Здравствуйте! Вы смотрите программу «Дело раскрыто». С вами Юлия Адамова. В этом выпуске мы расскажем, как пешеходам и водителям велосипедов и самокатов уберечь себя от ДТП. Также вы узнаете, как обезопасить свой транспорт от краж. По данным ОМВД России по Ульяновской области, за первый квартал 2024 года в регионе зарегистрировано 680 случаев краж имущества, в том числе велосипедов, самокатов и средств индивидуальной мобильности. Кражи велосипедов и самокатов увеличиваются в начале сезона, во второй половине весны, когда наступает теплая сухая погода. Так, в апреле 2023 года в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району обратилась жительница села Карлинское. У нее украли велосипед, который она оставляла в общем коридоре на первом этаже общежития, где проживала. Вернувшись домой после работы, около девяти вечера потерпевшая обнаружила, что велосипед исчез и незамедлительно обратилась в полицию. Подозреваемый был задержан? Да, подозреваемый был задержан недалеко от места совершения по горячим следам. Им оказался 52-летний житель Карлинского, который в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой и зашел в общежитие. Увидев велосипед, он забрал его и отвез домой. Полицейским задержанный пояснил, что хотел оставить находку себе. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Некоторые ульяновцы кражами промышляют активно. Так, в начале мая задержали ульяновца 2002 года рождения. Оперативники установили его причастность к совершению двух краж велосипедов из подъезда в домов. Зашел в подъезд, увидел велосипед, стоит, долго не думая, задавез его в лифт и спустился на первый этаж и уехал. Я правильно понял, вы сначала взяли один велосипед? Да, потом второй. Однако про велосипеды правоохранители узнали в ходе расследования. Роковой для обвиняемого стала кража телефона у женщины 1973 года рождения, которая обратилась в полицию. Как пояснила заявительница, в вечернее время она шла по улице и разговаривала по телефону, когда сзади к ней подбежал неизвестный и, выхватив мобильный телефон, скрылся с места происшествия. В последствии с ее счета, воспользовавшись сервисом мобильного банкинга, похитили 7 тысяч рублей. По словам задержанного велосипеда, он продал, а с помощью украденного телефона через приложение перевел деньги на счет своей сестры и потратил на покупки. В настоящее время по факту совершения грабежа и краж возбуждены уголовные дела, а злоумышленник находится под стражей по решению суда. Успевает украсть транспорт даже у тех, кто оставляет его совсем ненадолго. Так, в начале мая 2024 года 62-летний ульяновец оставил свой велосипед на 45 минут около Центральной городской клинической больницы, а когда вернулся, обнаружил пропажу. В этот же день с аналогичным сообщением в заволжскую полицию обратился уже 38-летний мужчина, сотрудник службы доставки продуктов питания на дом. Курьер припарковал велосипед у торгового центра, оставив его без внимания на 15 минут. Этого времени хватило злоумышленнику, чтобы завладеть чужим имуществом. Стоит отметить, что ни один из потерпевших не воспользовался тросовым замком на велосипеде. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в кражах. Им оказался 35-летний местный житель. Транспорт он планировал продать, а деньги потратить на личные нужды. Украденные велосипеды находятся в экспертно-криминалистическом центре. Их вернут владельцам после окончания расследования. В настоящее время отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении задержанного избранного меропресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также полицейские установили, что ранее подозреваемый уже совершил 9 краж. Чтобы обезопасить велосипеды, самокаты и средства индивидуальной мобильности, выбирайте охраняемые и безопасные места для парковки. Фиксируйте транспорт замком, даже если отлучаетесь ненадолго. По возможности выбирайте прочные цепные замки, которые сложно срезать. Старайтесь пристегнуть велосипед за колесо и раму, а если позволяет длина замка, то за оба колеса и раму. Не оставляйте велосипед без присмотра в местах массового скопления людей и в подъездах без охраны. Не доверяйте присмотру случайным и незнакомым людям. Чтобы потерянный или украденный велосипед проще было найти, храните документы на него, а также несколько его фото, где видно номер рамы и индивидуальные особенности, аксессуары, наклейки, царапины и так далее. Многие привыкли считать, что кражи – это всегда заранее спланированное преступление. Однако в российском законодательстве предусмотрены и другие случаи. Кража в действительном законодательстве считается тайной хищения чужого имущества, предусмотрена статьей 158 Уголовного кодуса Российской Федерации. Также с велосипедом бывают случаи, когда взяли его в аренду, например, у нас в центре города, на площади их берут в аренду. Он взял, например, даже деньги за него заплатил на час, например. И в установленный срок времени он не возвращает этот велосипед. Это тоже уже будет считаться кражей. Сосед оставил в подъезде велосипед, другой сосед подошел, этот велосипед забрал и присвоил. Как бы себе поставил в гараж или еще где-то, тоже будет считаться кражей данного имущества. Также бывает, идет по улице, видит, велосипед стоит просто около забора, бесхозный, никому нет, якобы ничейный, думает. Взял его, тоже будет считаться кражей. Наказания за кражи предусмотрены и в административном кодексе, и в уголовном. Ответственность предусмотрена либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев, либо лишение свободы сроком до двух лет. Также возможны штрафы. Вид наказания выбирают в зависимости от причиненного ущерба. Он рассчитывается с учетом стоимости и износа транспорта, а также таких факторах, как наличие судимости и совершено ли преступление в одиночку или группы. Чтобы получить прибыль и замести следы, украденные велосипеды злоумышленники часто продают на сайтах объявлений. На то, что, например, велосипед не принадлежит продавцу, указывают несколько признаков. Если номер на раме перебит и стерт, скорее всего, велосипед точно краденый, и связываться с этим не стоит. И вот так же по стоимости тоже нужно сравнить. Вот, например, если был, вот он дорого стоит, мы покупаем, например, намного дешевле, то тоже уже не стоит связываться с данной покупкой. Помимо сильно заниженной цены, стоит задуматься и о покупке транспорта, на которой нет документов. Особенно это важно для устройств с электродвигателем. Приобретение краденого товара грозит не только лишением свободы для горя продавца, но и тем, что у покупателя могут изъять приобретенный транспорт в качестве вещдока. При покупке поддержанного велосипеда обращайте внимание на номер рамы. Он должен быть хорошо виден. Цену товара она должна соответствовать рыночной. Также у продавца должны быть в наличии документы на транспорт. В последние несколько лет, помимо велосипедов и самокатов, большой популярностью начали пользоваться электросамокаты, электроскейтборда, гидроскутера, сегвея, моноколеса, то есть средства индивидуальной мобильности. В 2023 году вступили в силу правила для владельцев такого транспорта. В первую очередь у нас может водитель выезжать на пешеходную зону. Но есть условия. Если человек использует средства индивидуальной мобильности, выезжая на пешеходную зону, средство индивидуальной мобильности у нас не должен превышать массу 35 кг. И обязательно второе условие, если мы с вами выезжаем, если лицу нет 14 лет, то есть ваш ребенок должен быть обязательно в сопровождении взрослого. Если нет велосипедной дорожки или тротуара, то разрешается двигаться по обочине. При этом движение детей в возрасте младше 14 лет разрешено только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам со стороны движения и в сопровождении взрослого. При этом скорость на таких участках не должна превышать 25 км в час. Также разрешено двигаться по правому краю проезжей части, но только тем, кто старше 14 лет. Но мы можем опять же двигаться, только соблюдая все остальные условия. Это опять же нет у нас велосипедной, велопешеходной, нет полосы для велосипедистов, нет тротуаров, нет у нас пешеходных зон. Второе условие, если то, что мы должны с вами, можем двигаться по краю правому проезжей части, это чтобы у нас транспортное средство, то есть разрешено было двигаться транспортным средством со скоростью не более 60 км в час, то есть мы можем на этот участок выезжать, и где разрешено движение велосипедистов. Также все средства индивидуальной мобильности должны быть оборудованы специальными устройствами. Тормозной системой, звуковой сигнализацией обязательно на средстве индивидуальной мобильности должен быть спереди световозвращатель белого цвета, по бокам должны быть установлены либо оранжевого, либо красного цвета, сзади у нас должны быть обязательно красные световозвращатели, и впереди должен быть средство индивидуальной мобильности оборудован белым фонарем. Кроме того, средствами индивидуальной мобильности запрещено управлять в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Также владельцы, нарушающие ПДД в нетрезвом виде, могут быть привлечены к административной ответственности. За нарушение правил предусмотрены штрафы, но это, конечно, не самое страшное последствие. Из-за нарушений правил дорожного движения происходит и авария с летальным исходом. По данным госавтоинспекции Ульяновской области, за 2023 год на территории региона зафиксировано 40 ДТП с участием велосипедистов, в которых 38 человек получили травмы различной степени тяжести и четверо погибли. Среди пострадавших 10 детей получили травмы и два ребенка погибли. Конечно, избежать большинства происшествий можно, но для этого нужно соблюдать правила дорожного движения и не оставлять свой транспорт без присмотра. На этом у меня все. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»